в два раза материал показывает что более-менее нормально можно подрегулировать еще высоту ему точнее углубление такое вот углубление ну и можно наверное даже еще и 4 ему задать а допустим 2 переместить чтобы совместить рисунок верхний с нижним назад вот так и сзади тоже более-менее нормально смотрится давайте глянем что у нас происходит в 2d нажимаем f и смотрим на разводкой воды почему у нас такое происходит происходит потому что посредине и шов этого элемента из-за этого перенакладывается в юбе если в юбе если в юбе оставить я не хвостюм 4 7 10 3 клана лучше триплана лучше выглядит и оставлю триплана так еще можно что тут можно еще выключить сначала вот эту подышний вид кстати его тоже можно использовать при текстуре не очень хорошая вещь так и так как у нас это отдельный слой здесь можно добавить даже цвет и закрасить эти наши чудесный рисунок цветом любым причем так ну допустим ближе к черному что-то типа она там просвечивается на такую тоже прикольный сам цвета цена такой фиолетовый злостно-синий какую-то давай тюро прав на смартфон блестел такой эффект получается у нас карбона так есть у нас очки есть у нас карбон этот карбон можно применять даже если да на эти уши возможно я сюда применю просто цвет желтый опять же таки можно белый применить как это сделаем допустим чтобы все не перекрашивать переходим вот в этот слой color selection и выбираем кола и все вуаля все готово или же можно скопировать все но просто закрасить другим цветом то есть несколько вариантов развития событий что я хотел я здесь хотел сделать на этих ушах добавить сюда нормам какую-то из альф типа каких-то полосок или что-то вроде того и давайте же это сделаем может быть давайте карбоновая он сделаем будет нормально смотреться или нет ну на на карбоновые такие наушники получились так который наушники меняем здесь цвет этот убираем минус на плюс так я сделал отдельный слой для того чтобы здесь немножко по-другому все сделать так так как я хочу добавить сюда какие-то там помимо карбоновых чего-то сверху еще сейчас мы это будем мудрить так добавляем слой заливки маску и допустим paint слой paint краска нам не нужна нам нужна просто высота так переходим paint и здесь выбираем какую-нибудь полосу или несколько полос или квадратики там я вижу какие-то в общем какой-то элемент нужно выбрать и и перетаскиваем его стенсел меняем здесь альфу почему-то альфа не понял не поменялось так и вот можно таким вот образом поверх того что у нас там получилось сделать еще такой вот элемент он как в виде краски получился так и в виде выставы с карты высот ну нормам нормах ящики он там его видно мне вот не нравится что это все как бы на карбоне я хотел чтобы это было отдельно и возможно даже металлического цвета какого-то что мы для этого делаем в base color добавим сейчас материал материал металла какой я там использовал уже не помню но какой то я использовал вот этот номер вот этот номер base color ну давайте его темнее сделаем вот такой да еще нужно включить ему металл металлический вырез есть так надо каким то образом убрать вот там это образовавшиеся это самое вроде этот материал сверху лежит но он все равно там все равно там мешается все равно его видно так же убрать это вот что там получилось она карбон я хочу чтобы его не было мы переходим в нижний слой карбона пока не заключу это цвет перешли в нижний слой карбона и на маску да на правой кнопкой мыши добавляем слой paint вот у него опять таки черная и белая шкала и выбираем мы там выбрали черную и эта черная вещь видите что делает он стирает стирает нам этот normal map можно попробовать автоматизировать это все дело и добавить сюда опять же таки зайдем в альфы найдем эту альфу которая там была вот она размер остался такой же какой был совмещаем здесь выставляем ровно включаем симметрию чтобы сразу с двух сторон цвета поправить так и нужно совместить вот так и по этой маске даже если мы вылезем за пределы мы сотрем normal map которая там присутствовала которая нежелательна таким вот образом можно выйти из положения стерли здесь уберем чтобы не мешало включаем цветы пожалуйста внутри карбон сейчас проверим с той стороны с той стороны у нас какая-то шляпа произошла потому что я когда красил я не не с двух сторон прокрасил но ничего страшного не там удалил так удаляем верхнем слое сейчас нажмем чтобы все вернуть как было да удаляем этот пейнт добавляем снова верхний слой пейнт от пейнт вот добавляемся на вот это вот дело проверяем включена у нас симметрия симметрия включена и суем вновь нашу normal map можно сделать выпуклой можно сделать наоборот стендсел сундаум не вижу чтобы она рисовала ни цвет не рисует ничего не рисует не знаю почему удаляем пейнт вновь добавим еще раз видите где-то включена вот это вот стенсел убрать надо так добавляем пейнт добавляем стендсел маска осталась теперь и теперь не хочет рисовать так в общем я удалил верхний слой сейчас попробую еще раз или это глюк программы что он не хочет просто там так от пейнт это был глюк программы то есть я удалил верхний слой и все заработало так переходим цвета высоты roughness металлические не буду делать делать буду просто краску дается выравниваем так что тут выравниваем положение нашей модели и делаем такое вот колечко с двух сторон получилось нормально так можно еще в центре что-нибудь там какой-то болт ему вкрутить что типа он там закручено это все не просто так так перейдем сюда в нижний слой теперь надо совмещать тут все это дело мы и мы он и и Она полностью высоту околона стирает. Так, здесь стираем, здесь не стираем. Здесь рыбу заворачивали. Так, еще в центр добавим какую-нибудь штучку. Какой-нибудь другой. Вот давайте мы вот такую добавим. Так же это альфа регулируется. Толщина здесь у нее есть. И различные другие элементы. Количество этих сегментов. Вот можно 4 оставить. Оставить 4, допустим. Что-то вот такое сделать. Потом можно слегка увеличить. Так. Перейдем в другой слой. Нажмем X и удалим кабан. Вот так. И удалим вообще этот стенсил. И из нижнего слоя, если он там остался, тоже он там не остался. Вот такая мишень получилась у нас. Надеюсь, с двух сторон. Да, с двух сторон. Такой у нас получился бегун. Голова. Стремительная. И теперь еще хочу. В заключении. А здесь вот эти полосы тоже сделать. Как на... Как на гоночной машине, да? Добавим рисуночек туда. Ну, допустим, здесь. Этим цветом. Сейчас проверим, что там. Будет рисовать или нет. Будет. Так. Настроить нужно кисть. Потому как она плохо работает. О, можно квадратную взять. Квадратную альфа взять. Видите, она так неравномерно ее там колбасит. Это все настроится этими джиттерами. Angle джиттер убираем. Flow джиттер убираем. Size джиттер тоже. Вот уже она более ровно рисует. Angle spicing. Так, angle spicing. Вручную настроим. Size. Stroke. Spicing. Тоже в ноль. Чтобы была мягкая линия. Ну и все. Кисть настроена. Включаем симметрию. Смотрим, там работает она вообще работает. Зажимаем cuter и левую кнопку мыши. И для увеличения, уменьшения. Я думаю, все-таки надо, может быть, круглую взять. Альфу. Вот такими коротенькими перебежками с поворотом кистей. Зажатием shift можно нарисовать линию. Если действовать аккуратно, то она и получится аккуратненькая. Допустим, сюда поворот. Чтобы получилась ровная такая линия, зажимаем shift. Вот здесь, допустим, кликнули. Потом переводим более в дальнее расстояние. Зажимаем shift. Получается такая ровная линия. И автоматически прокрашивает. То есть, ручную не нужно вести. Нам главное поворачивать кисть вовремя. И вот таким образом зарисовать могу. Отлично. И здесь внизу также можно закрасить. Все это дело. Кликаем. Потом поворот кисти, если нужно. Shift. И он рисует. Таким образом нужно прорисовать нашу модель. Ворочим кисть. Кликаем shift. И прорисовываем так. Что же, неплохо выглядит. Неплохо, неплохо. Сохраняем. И еще наверху не хватает дизайнерского решения. Вот эти вот штуки, где здесь почему-то получилась у меня такая вот нехорошая вещь. Тоже мы закрасим. Можно по всему периметру это сделать. Таким вот образом. Если, допустим, закрасили там, да, нежелательно что-то там, то опять же таки переходим в эту кисть. У альфа можно такую оставить. Нажимаем на X и убираем краску эту, чтобы оголить там металл и еще что-то. Но здесь нужно убрать этот самый симметрию. И кисточкой этой или браш, браш, где там браш. Вот браш. Выбираем кисточку. Дёрт 2 мне нравится. Вот эта вот кисть. И с помощью нее можно сделать такие вот. Удалить, в общем, краску от сомна. Типа там шлем валялся и везде был подряпанный. Желтый закрасим. Ну, можно не закрашивать. Типа несколько слоев краски у нас тут присутствует. Вот так вот. Поздирать краску так же. Можно вручную, а можно взять, допустим, тот же стенсил взять какой-нибудь. А гранжи или же процедурные карты. Процедурные. Что-то вроде этого. Увеличить нужно. И полуавтоматически все это вот так вот поздирать краску. Надо будет неоднородно так сдираться. Здесь вот надо добавить. Вот такая вот будет подертая краска. Можно и таким способом тоже, не вручную, а в полуавтомате. Все это сделается. Ну что же, такой шлем получился. Его, конечно, дорабатывать еще нужно. Здесь, допустим, подертости тоже добавить. Ну, все это делается примерно таким же вот способом. И потратил я на это время 2 часа с половиной, чтобы закрасить голову робота. Все эти, конечно, материалы можно использовать на всю модель. То есть элементы краски, они всегда... Машину, если красит, ее не красит, да? Там супер какие-то разные цвета. Ее красят в один, максимум два цвета. То же самое и на этих моделях. То есть здесь сделали краску, которая там вам нужна, подходит. То же самое добавляйте на те элементы, где эта краска присутствует. И примерно такие же, так как модель это в одном теле находится, то и повреждения все примерно одинаковые. Если, конечно, там что-то новое, то... Все зависит, в общем, короче говоря, от модели. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки. А то что-то их мало. Совсем мало. Уже подумал, может, нафиг закрыться с канал. Кремону надо. Ладно, не плачь, студент. О, кстати, еще можно добавить здесь прям просится элемент такой, да? Прямо просится. Покрасить так же с помощью вот этой альфы. В другую сторону. Опять надо настраивать. Но это быстро. Джиттер, джиттер. Сайз джиттер. 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 Что тут еще? Прямо просится две линии сюда. Включаем симметрию. Эмгл. Эмгл. Так он сделан. И сюда. Вот так. А здесь. Можно даже уже сделать линию. Таким вот образом. И параллельно. Ну вот так. Что-то вроде. Да. Ну что же. На этом видео я заканчиваю. Ставьте лайки. Не забывайте. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...